Здравствуйте! Меня зовут Сергей Рыжов, и сегодня я расскажу вам о компактных камерах Nikon со сменной оптикой, которые имеют общее название Nikon 1. Первые камеры этой линейки были выпущены почти полтора года назад, и с тех пор всего было выпущено 6 моделей. Для начала я предлагаю изучить внешний вид и технические характеристики Nikon 1, а затем перейти к самому интересному – тестированию. Как я уже сказал, за полтора года компания Nikon выпустила 6 моделей Nikon 1. Внутри линейки камеры разбились по сериям. Простая и доступная S-серия, технологичная и компактная G-серия и наиболее функциональная V-серия. Если же говорить о конкретных моделях, то сегодня в магазине можно увидеть 5 камер – S1, G2 и G3, V1 и V2. Каждая из них, конечно же, имеет свой набор уникальных свойств, но в этой лекции я хотел бы обратить ваше внимание на другой вопрос. Какие задачи решают камеры Nikon 1 и с какой целью они были выпущены на рынок? Ведь уже давно представлены классические камеры Coolpix, да и зеркальные камеры в последние годы стали существенно доступнее и в цене, и в использовании. Все дело в том, что многим фотографам нужна была камера, которая в разумных пределах сочетала бы компактность классических мыльниц и такие черты зеркальных камер, как большая матрица и сменные объективы. Естественно, речь не шла о люкс-камерах с ограниченным тиражом, а о полноценной серии с большим парком аксессуаров. Так и появились камеры Nikon 1. При их разработке были учтены практически все пожелания к новой системе, и главные из них – размеры и вес, матрицу и объективы – стоит рассмотреть подробнее. Зеркальная камера начального уровня Зеркальная камера начального уровня, например, модель D5-200 с объективом 18-55 мм, весит более 700 грамм. При этом наиболее тяжелая камера Nikon 1, модель V1 с объективом 10-30 мм, весит почти в два раза меньше. При прямом сравнении, возможно, вы не ощутите большую разницу, но уверяю, что после длительной прогулки заметить ее будет очень легко. Таким образом, по весу Nikon 1 скорее ближе к компактным камерам, нежели к зеркалкам. В случае же с размерами камер различия еще более заметны. При сравнении тех же моделей видно, что Nikon 1 поместится даже в самую небольшую сумку, а для зеркальной камеры придется покупать отдельный чехол. Конечно же, не стоит принижать достоинств традиционных зеркалок. Для многих ситуаций они незаменимы. Но для повседневной съемки, отпуска или семейной фотографии Nikon 1 может быть очень удачным решением. Если в размере и весе Nikon 1 заметно отличается от зеркальных камер, то про техническую начинку этого сказать нельзя. Главные компоненты камеры — матрица, объективы и процессор Nikon 1 — имеют массу положительных свойств, присущих только более продвинутой технике. Для матрицы важным параметром является физический размер. И для Nikon 1 был разработан новый сенсор формата CX, который по площади больше стандартной матрицы обычной мыльницы в 4,5 раза. Это важное преимущество позволяет получать снимки с гораздо меньшим уровнем шумов, особенно при плохом освещении. Плюс ко всему, чтобы раскрыть потенциал новой матрицы, были разработаны совершенно новые объективы Nikon, которые вобрали в себя две замечательные особенности. Сравнимые с объективами зеркальных камер качество и подходящие для камер Nikon 1 габариты. В дополнение ко всему, в камеру поместили один из самых быстрых и умных процессоров Nikon — X-PIT 3. Таким образом, Nikon 1 по всем ключевым параметрам — размеру, весу и технической начинке — получилась очень сбалансированной и удобной системой. Но, конечно, характеристики — это одно. Другое дело — испытания в реальных условиях. И самое время перейти к тестированию. В качестве съемочной камеры мы будем использовать модель G3. В модельном ряду Nikon 1 она находится ровно посередине. А также объективы — 10-30 и 10-100 мм. Среди основных особенностей камеры стоит выделить алюминиевый корпус, наличие встроенной вспышки, матрица с высоким разрешением 14 мегапикселей, улучшенный процессор X-PIT 3A и наличие множества режимов съемки. Начнем мы, пожалуй, с автоматического режима, который можно выбрать на верхнем диске. В этом режиме нам остается работать только с композицией снимка. Остальное автоматика камеры берет на себя. При хороших условиях освещенности, автоматика камеры отрабатывает на отлично. Все объекты на снимке получаются именно такими, какими их видит фотограф. Яркость, контрастность, передача цветов замечательные даже в пасмурную погоду. Если вы отправились на прогулку или снимаете в отпуске, автоматический режим Nikon 1 будет отличным помощником. В дополнение к этому, в творческом режиме, который можно выбрать также на верхнем диске, вы можете найти целый ряд предустановок, которые сделают вашу съемку еще проще, а результат лучше. К примеру, программа «Ночной портрет» позволит одним нажатием сделать отличный портрет в вечернее время. Только не забудьте поставить фотоаппарат на штатив или просто на твердую поверхность. А с помощью режима «Простая панорама» сделать снимок с охватом в 180 или даже 360 градусов становится на самом деле просто. Достаточно нажать на кнопку съемки и перемещать камеру в горизонтальном или вертикальном направлении. Дальше камера все сделает сама. И вместо обычной фотографии мы можем получить снимок с невероятным углом обзора и высоким разрешением, что позволит рассмотреть все объекты вокруг фотографа. Плюс ко всему, в творческом режиме можно получить доступ к полуавтоматическим и ручному режимам съемки, которые позволяют вручную установить множество параметров. Начиная от выдержки и диафрагмы и заканчивая балансом белого и значением ISO. По сути, эти режимы дают такую же свободу при настройке, как и в случае с зеркальной камерой. Поэтому подготовленные фотографы смогут использовать камеры Nikon 1 в привычном для себя режиме. Еще одним новшеством камер Nikon 1 стали новые режимы съемки, которые раньше не применялись ни в одной камере Nikon. Речь идет о режимах интеллектуальный выбор снимка, моментальный снимок движения и замедленный просмотр. Каждый из них позволит получить снимки в условиях, которые раньше казались для фотосъемки очень сложными, и откроет новые способы фиксации событий. Посмотрим на практике, как они работают. И в этом мне поможет мой ассистент. Если вы хотите снять динамичное событие и получить хороший результат, то верным решением станет использование серийной съемки, когда вы нажимаете на кнопку спуска, и камера за секунду делает несколько фотографий. Единственная проблема состоит в том, что после съемки придется выбирать лучшие кадры из десятков, а то и сотен фотографий. Если же вы используете режим интеллектуальный выбор снимка, то камера сама в режиме серийной съемки делает 20 снимков, а потом отбирает 5 лучших и сохраняет их на карту памяти. При этом оценка фотографий производится на основании резкости, контрастности и правильной экспозиции. Поэтому вы гарантированно будете получать лучшие кадры из всей серии. Если же вы хотите получить не только серию статичных фотографий, но и передать, что происходило до или после момента съемки, вам может помочь вторая из уникальных функций Nikon 1. Называется она «Моментальный снимок движения». Выбрать этот режим можно с помощью простого поворота диска на камере. Далее можно выбрать одну из четырех музыкальных тем, навести камеру на объект и зажать кнопку съемки наполовину. В нужный момент вам останется только дожать кнопку до конца. Результатом будет снимок и короткий замедленный видеоролик, который покажет, что произошло до или после фотографии. Это будет зависеть от момента нажатия на кнопку съемки. Выбирая разные моменты, можно установить, что будет на снимке, а что в видеоролике. Моментальный снимок движения можно применять в абсолютно разных ситуациях. Можно создавать мини-истории забитого гола, задувания свечей на праздничном торте. Но объединять эти ситуации должно одно – ваше желание сохранить не только одно мгновение на фотографии, но и окружающие ее события. И третье, моя любимая функция – замедленный просмотр. Может дать время подумать и выбрать лучший снимок, даже если событие длится всего несколько секунд. Достаточно перевести камеру в режим съемка лучшего момента, выбрать в меню «Замедленный просмотр» и вы готовы к съемке. Остается только дождаться нужного момента и зажать кнопку съемки наполовину, когда начнется снимаемое действие. В этот момент камера автоматически сделает 20 снимков с очень высокой скоростью. И даже после окончания действия камера продолжит его показывать. Выбрав лучший момент, нужно будет дожать кнопку до конца, и на карту памяти сохранится такая фотография, как если бы вы ее сделали в реальном времени. Применений функции «Замедленный просмотр» можно найти множество. Съемка спорта, играющих детей, домашних питомцев. Все это теперь стало гораздо проще сохранить в виде красивых и резких фотографий. Сегодня мы не рассмотрели и половины функций камеры Nikon 1. А ведь еще есть и система гибридной фокусировки, и внутрикамерная обработка снимков, и съемка Full HD видео с автофокусом. Плюс к этому еще раз вернусь к трем фирменным функциям Nikon. Интеллектуальный выбор снимка, моментальный снимок движения и замедленный просмотр. Для фотографа, особенно начинающего, использование этих программ означает не только возможность получить лучший снимок, но и снимать такие сцены, при которых раньше камера даже не вынималась из чехла. В качестве итога можно сказать, что Nikon 1 определенно стоит советовать как портативную камеру для ежедневной съемки, съемки на отдыхе, но при этом не забывать, что при желании она может превратиться в отличный инструмент творчества. С вами был Сергей Рыжов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин